Всем привет! Добро пожаловать на канал VTNT. С вами, как всегда, я Владимир Тишевский. И сегодня я буду рассказывать вам о смартфоне, который называется Home Tom HT20 Pro. У меня не было смартфона Home Tom HT20. Я не совсем знаком с тем девайсом, но я приблизительно представляю, что это одинаковые устройства по внешнему виду, но разные устройства по техническим данным, в частности, процессор, количество оперативной памяти, количество встроенной памяти. Я хотел бы рассказать вам именно те важные моменты, которые нужно рассказать о данном смартфоне. Если говорить о технических характеристиках, я могу просто вот сейчас зайти на сайт и зачитать их вам. И я думаю, что для вас тоже не составит труда зайти на сайт и посмотреть, но давайте я все-таки озвучу все-таки это видео непосредственно для вас. Я знаком со всеми характеристиками, но для более точных данных я все-таки некоторые зачитаю. Но прежде всего хотел бы отметить о том, что это свежий смартфон 2017 года выпуска. Январь 2017 года он был презентован и в феврале он начал продаваться. Это радует. Радует то, что смартфон не какое-то старье, а достаточно свежий. Но не все в нем так радужно, как хотелось бы. Дальше. Что у нас по процессору? Процессор в смартфоне Mediatek MTK6753. Это распространенный восьмиядерный процессор. Сразу хочу отметить то, что такой же, к примеру, процессор стоит в Meizu M5s, который при таких же характеристиках стоит на 25, даже 30 долларов дороже этого Home Tom HD 20 Pro. Цена у данного девайса, то есть забегая немного наперед, не просто оправдана, а очень даже оправдана. Дальше. Что касается экрана. Здесь 4,7 дюйма IPS 1280 на 720 экран. Я могу сказать только одно, что он недостаточно яркий, как по мне. Мне кажется, что экран мог бы быть немного поярче и, в принципе, больше ничего не добавлю. То есть яркость, в принципе, неплохая, но все равно хотелось бы добавить, чтобы было побольше, потому что на улице, на солнце. Ну, еще, конечно, имеет момент то, что здесь экран, ну, он вроде как такой практически ОГС, но здесь есть еще пленочка. То есть, ну, короче, он бликует. Это вот такой нюанс. Также важный момент, который стоит отметить, в смартфоне два слота для SIM-карт, для micro-SIM-карт и еще отдельный третий слот, то есть это не комбинированные слоты, а отдельный третий слот для карт памяти. Это тоже очень важный момент. Сейчас в последнее время идут комбинированные слоты или вообще смартфоны с отсутствием карт памяти. Основная камера заявлена 13 мегапикселей и фронтальная камера заявлена 5 мегапикселей. Могу сказать, что по камерам, конечно, смартфон уступает тому же самому Meizu M5s, который я упоминал ранее, но могу сказать, что он сравним с практически большинством смартфонов в ценовом сегменте 80-100 долларов, будь то DOOGEE, будь то Blubo, будь то Ulefone, Ulefone и так далее. Вот в ценовом сегменте до 100 долларов, 80-100, вот какие камеры в тех смартфонах, такая камера и здесь, по уровню качества съемки. Но в отличие от тех смартфонов, которые стоят 80-100 долларов, которые имеют обычно 2 гига оперативки, 16 гига встроенной памяти и 4 ядерные процессоры, здесь 3 гига оперативки, 32 гига встроенной памяти и 8 ядерный процессор. Что касается аккумулятора, то здесь он 3000,5 мА и не могу сказать, что этот смартфон прям очень-очень автономный, но в принципе по автономности он держит достаточно неплохо, опять же все будет зависеть от того, как вы будете его использовать. Сразу же отвечу на вопрос, поддерживает ли этот смартфон 4G или LTE частоты. Да, 1800, 200, 2600 и 800 МГц, то есть это означает, что как минимум в 4 диапазонах он работает, если ваш оператор поддерживает один из них, то этот смартфон будет еще и у вас как LTE девайс. Что касается операционной системы, то смартфон работает на базе Android 6.0, это конечно не самое последнее ПО, можно было бы уже и 7.0 или апгрейд кинуть 7.0, но тем не менее это не самое старье, в принципе работает достаточно шустро, это важный большой плюс. Также я тут установил такие игры, как World of Tanks, Asphalt 8 и Injustice 2, которые я затестирую на канале мобильных игр. Вы можете зайти на WoW T-Shame Games, то есть вы когда посмотрите этот весь ролик, зайдете в раздел каналы и там есть несколько каналов. Распаковочки, на него тоже подпишитесь, на WoW T-Shame Games, игры и игрушки. И вот там вы сможете посмотреть, ну может быть не в день, когда выйдет это видео, но где-то через 2 дня выйдет тесты игр Injustice 2, Asphalt 8 и World of Tanks. Ну может быть еще поставлю NFS. Поставил, устанавливается NFS, пусть будет и короче еще NFS затестирую. Почему бы и нет? Что касается синтетических тестов, то смартфон показывает себя неплохо, хотя после третьего теста Antutu уже результат немного падает. Я думаю, что это связано с перегревом девайса, особенно смартфон перегревается, когда вы пользуетесь девайсом и его заряжаете. Это я заметил, когда пользовался девайсом во время зарядки и в верхней части я дотронулся пальцем и почувствовал, как мне аж начало печь. Я аж прямо отскочил у меня палец. Реально такое ощущение, как на сковородку положил. Ну короче, очень-очень стрёмно было. Но смартфон не взорвался, все отлично, тут проблем нет. Также, что касается теста бенчмарков Geekbench, показывает именно тот результат, который показывает на других смартфонах с этим процессором, поэтому ничего удивительного нет. Опять же, тот же самый Epic Citadel не выдает космических результатов. 37,5% средний FPS. Ну, как для такого процессора и для такого смартфона это вполне себе приемлемо. Также, что касается записи и чтения, конечно же, здесь результат присущий очень бюджетному девайсу. 242 мегабита на чтение и 72 мегабита на запись. Также отметим момент, связанный, ну в принципе, с SQLite insert и update 4.97, 3.9. Это вполне себе очень даже неплохой результат. Ну, в четыре раза хуже, чем у самого крутого флагмана. Ну, в принципе, нормально. Я видел смартфоны дороже, у которых хуже результат, чем у этого. Идем дальше. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68. То есть, соответственно, он может выдерживать погружение на полтора метра до получаса. Конечно, так я тестить прям вот особо не буду. Кстати, хочу отметить, что я немного сомневаюсь с его пылевлагозащищенностью. Потому что я видел смартфон внутри. Я закручивал все эти винтики и вот эти пиптики, которые теперь я фиг их выкручу. А у меня там сим-карта. В общем, будем пробовать. Есть у меня тут вот такая емкость. И я думаю, что сейчас было бы актуально его намочить. Почему бы и нет? Ведь это же пылевлагозащищенный смартфон. Попробовать поюзать, потестить. Ну, прежде всего, давайте попробуем его облить. Так. Вот именно те части, которых я очень сомневаюсь. Здесь сканер отпечатка пальцев. Так, смотрите, я поливаю смартфончик. Блин, так круто! На самом деле, это прикольно. Кладу смартфон на дно емкости. Итак, давайте посмотрим. Смартфончик у нас, о, включился. Mi4Speed установлен. Смогу ли я его как-то что-то с ним сделать? В общем-то, управление под водой невозможно. Достаем девайс с под воды. Управление практически, да, возможно, но почти невозможно. Блин, ну, короче, надо вытирать экран, потому что по-другому управление невозможно. Итак, динамик, конечно, немного подзалит водой. И одно из такой важных болячек, которая была у этих хомтомов, это по отзывам то, что после того, как смартфон попадает в воду, кстати, во время того, когда смартфон находится под водой, желательно, чтобы там динамик не играл. И это даже в флагманах, в топовых смартфонах. Поэтому я, как бы, буду придерживаться этого момента. Некоторые, конечно же, умники, прямо во время того, когда смартфон находился под водой, звонили и топили динамики и все остальное. Но вот после того, как достаешь с воды, то есть не рекомендуется, чтобы во время того, когда находится под водой, вам звонили. Да, слышится, что динамик немного тише. Будем надеяться, что после того, как высохнет смартфон, он начнет значительно лучше звучать и все будет окей. Я надеюсь, очень надеюсь. Также момент, который связанный с записью фото и видео под водой. Мы сейчас это проверим. Вот сейчас я кладу смарт под воду. И он типа записывает, да. О, есть немножко такой момент, как будто под водой и с под воды достаем. Мало водички, надо еще немножко. У меня тут есть еще немного питьевой воды. Я думаю, надо дозалить. О, я сейчас переверну его. И на камеру. Интересно, как там бульбочки будут видны? Ха! Вот это я экспериментатор. Сам собой горжусь. То есть, кто не похвалит, если сам себя не похвалишь, да. Смартфон все еще записывает. Так, в принципе, немного как в тумане. Такое ощущение, что вода затуманила камеру. Ага. В принципе, если мы протрем глазок камеры. Камера сухая и камера, по идее, снимает нормуль. Качество звука. Ну, надеюсь, вы тоже его увидите, если смартфон не нагнется. Короче, мокреньким смартфон смотрится очень даже неплохо. И уже немного подсыхает. Там, где заглушки, по идее, туда вода не проникла. В верхней части для разъема наушников тоже есть заглушка. Надеюсь, что тоже все будет окей. Смартфон, конечно, выглядит очень круто, стильно. И самое главное, что вот самое главное, как по мне, это цена. Смартфон стоит 120 долларов. И даже немножечко дешевле. Там, в зависимости от комплектации и от цвета. То есть, там, с чехольчиком, с пленочкой и со всеми остальными вещами. Я считаю, что это очень-очень годная цена. Из ближайших достойных конкурентов я могу только отметить NOMU S10. Больше достойных конкурентов я не видел. Но по таким же характеристикам по железу, более близкий это NOMU S20. Стоит на 25 долларов дороже, нежели HOMETOM. В принципе, я считаю, что это очень даже достойный результат в плане цена, качество, соотношение характеристик. HOMETOM в положительном плане меня удивляет. Ребят, и перед тем, как я буду заканчивать свое видео, хотел бы рассказать о некоторых минусах, которые меня смущают. Первый минус этого защищенного смартфона заключается в том, что задняя крышка, она прикручивается на 5-10 винтиков. И все это под заглушками. Если так произойдет, что вам экстренно нужно будет поменять сим-карту, или же вытащить сим-карту для того, чтобы вставить в другой смартфон, у вас это сделать не получится. Вам нужно, как минимум, всегда с собой иметь крестовую отвертку и хорошие ногти для того, чтобы достать эти заглушки. Второй момент, который вас будет очень сильно беспокоить, если вы любите слушать музыку в наушниках, и у вас наушники обычные проводные. Здесь заглушен разъем для наушников, поэтому вам нужно будет каждый раз вынимать эту заглушку, и тогда вы сможете использовать смартфон как плеер, то есть слушать музыку. Следующий момент, из-за того, что здесь заглушка есть и на нижней части, сам порт зарядки утоплен явно вниз. И microUSB, вы можете посмотреть в распаковке, на канале распаковок, я все это показывал, он достаточно длинный. Он в два раза длиннее сам шнур, чем у обычного microUSB. То есть вот этот вот сам разъемчик, он проникает, он должен глубже проникнуть, и соответственно, если вы возьмете другой кабель, вы не сможете зарядить ваш смартфон. Скорее всего не сможете. То есть если у вас он прям очень-очень тоненький и компактный, что он пройдет между вот этой защитой, тогда да. Но тем не менее, это тоже является очень важным моментом, что вы вряд ли сможете зарядить другим проводом, не таким, как от этого HomeToma стандартным. И если этот провод, кстати, сломается, то тоже вы будете иметь проблему. Поэтому я бы рекомендовал бы вам при покупке данного смартфона заказать запасной провод. Также момент, который связанный с этим девайсом, который мне немного смущает, это соотношение экрана к корпусу. Если вы посмотрите на экран самого смартфона, вы видите, он всего лишь 4,7, но по размеру сам смартфон, он такое ощущение, что 5,5 и даже больше. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, смартфон просто громоздкий. Подводя итог, если вас не смущают те минусы, которые я вам рассказал, однозначно можно смело брать HomeToma GT20 Pro как защищенный смартфон. Если вы, к примеру, едете на рыбалку, если вы любите охоту, грязь, путешествия, этот смартфон очень даже вам подойдет. Единственное, учтите момент по проводу, что вы не сможете зарядить другим проводом. Если вдруг вам нужно заменить сим-карту, то вы тоже должны иметь с собой отверточку, которой отвинтите. И, кстати, вот эти заглушки, если вы их потеряете, то, скорее всего, стандарта пылевлагозащиты и того не будет. То есть, те винтики, которые есть внутри, или они будут ржаветь, или через них там будет, через наномиллиметровые щели будет пропускаться вода. Поэтому заглушки это тоже очень важный момент. А в остальном, смартфон мне действительно очень сильно понравился. Надеюсь, и вам понравилось это видео. Надеюсь, оно было актуальным и полезным. Это такой, знаете, как отзыв пользователя, отзыв человека, который поюзал этот девайс. Я вот тестил, изучал, смотрел, вот игры еще затестирую, вам покажу на игровом канале. И, в принципе, все, можно будет продавать телефон через OLX. Вот, кстати, ссылка на мой OLX, там, где продаются много разных телефонов, вы найдете в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие интересные видео. Всем пока, до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok